Давайте поторопим весну и сделаем для птичек хороший домик Зимой мы их подкармливаем и строим кормушки А весной птицы выводят птенцов И конечно было бы замечательно помочь им с домиками Рукодельницы во всем мире валяют в войлочные домики Такие гнезда для птиц К сожалению, к большому сожалению Такие гнезда не всегда пригодны для выведения птенцов Либо слишком яркие, либо наоборот пугающие Либо неудобно сделан вырез, и птенцы могут вывалиться из этого гнезда То есть люди чаще подстраиваются под себя и украшают свои сады Но не так много думают о птицах А мы о птицах подумаем и прислушаемся к совету опытных орнитологов По объему домик должен превосходить птичку минимум в 6-8 раз Должен быть достаточно объемным По расцветке домик не должен быть вызывающий яркий Неприемлемый ярко-желтый и ярко-красный цвета Не любят птицы и ярко-голубой Остальные оттенки хороши, когда они немножечко приглушены И еще важный момент Птицы опасаются домиков, которые слишком похожи на осиные гнезда То есть вот этого тоже надо избежать Отверстие в домике должно быть не очень большим И в принципе оно должно быть таким, чтобы птицы спокойно могли влететь То есть это обычно от 3 см в диаметре до 6 см обычно в диаметре Птицам большего размера такие гнездочки мало подходят Вот эти все рекомендации мы учтем И помним еще, у птиц острые коготки То есть если бойлок не довалять Значит этого гнезда не хватит на сезон И оно очень быстро развалится Вот учитывая все эти рекомендации Мы приступим к нашей работе Итак, в предисловии к мастер-классу я показала вам фотографии разных птичьих домиков с просторов интернета А вот такой домик мы будем делать с вами вместе Как обычно, начинаем с подбора инструментов Набор в данном случае не хитрый Сетка, ножницы, махровое полотенце, хлопковое желательно Для того, чтобы хорошо убирать влагу, этого будет достаточно Мыло Я предпочитаю работать с твердым мылом Какие-то утюжки, какой у вас есть Камушек отлично подойдет Пульверизатор с водой Для шаблонного материала я использую подложку под ламинат Стол застелен воздушно-пузырьковой пленкой Можно делать шаблон совершенно запросто и из какой-то пленки Материалы Набор тут совершенно не хитрый Я использую грубую карачаевскую шерсть Можно взять любую шерсть в гребенной ленте или кардачосе Надо ее взять 80 грамм 20 грамм я беру кардачоса мультикалорового экохобби Только для отделки Но можно какие-то волокна или кудряшки Что у вас есть, это уже по вашему усмотрению Раскладка Итак, берем шаблон Шаблон у меня каплевидной или луковичной формы Естественно, смотрим, какая птичка Для какой птички вы хотите сделать гнездо Размеры этой птички Посмотреть можно погуглить в интернете Умножаем площадь ориентировочную этой птички На 8 или на 10 раз Ну а потом это умножаем на коэффициент уваливания Здесь беру где-то 1,45-1,5 Итак, берем гребенную ленту у меня карачаевская Она грубенькая такая И начинаем раскладку толстыми довольно-таки прядками Если ваши 80 грамм Вот можно разделить сразу пополам Чтобы одна половинка была Одну сторону выложить, другая другую Можете не делить, если как я привыкли уже равномерно раскладывать Ну, делайте как вам удобнее И вот так вот радиальной раскладочкой Я выкладываю первый слой Я думаю, для многих это дело совершенно привычно То есть слои толстенькие Мы не тоненький шарфик валяем Гнездо должно быть толщиной где-то хотя бы миллиметров 7 Но у меня даже потолще получится Гнездышко должно быть надежное, теплое Плотно, хорошо уваленное Чтобы коготками птичка его не повредила за полсезона Скажем так, чтобы этого гнезда хватило, может быть, даже не на один год Раскладываем Второй слой раскладываем по кругу Закрывая все пространство Хвостики, которые выходят за ступ за край шаблона Мы не закрываем этой раскладкой по кругу То есть двигаемся просто вот такой вот спиралькой Совершенно спокойно Самое главное нам в данном случае Раскладочку эту сделать равномерной Разложили Приминаем немножечко, прижимаем руками для равномерности Закрываем это москитной сеткой Хорошенечко смачиваем водой При этом не разводя болото Я всегда говорю, что воды должно хватать Но болото разводить совершенно ни к чему То есть смачиваем водой для того, чтобы вся шерсть ей хорошо пропиталась Смачили водой Еще раз прижимаем руками Я тут никакие валики не использую Потому что когда я беру кусочек мыла Он работает еще и как утюжок Сам придавливает шерсть под сеткой Ну и намыливаем, промыливаем как следует Как следует, чтобы вся шерсть пропиталась основательно мыльным раствором Чтобы чешуйки на шерстинках открылись И процесс сваливания не занимал много времени Ну поскольку я работаю с неокрашенной карачаевской шерстью Она уваливается сама превосходно Как любая натурально неокрашенная шерсть Тут и так проблем не будет Вода у меня комнатной температуры Она достаточно комфортна для моих рук Можете взять слегка тепленькую Тогда вам будет приятнее Шерсть и так хорошо сваляется Я промыливаю и притираю Чтобы не оставалось никаких воздушных пузырьков Но смотрите, пальцами я прекрасно чувствую край шаблона И за край шаблона я не захожу То есть крайние шерстинки, вот эти выступающие за шаблон Я не намыливаю и не приглаживаю Они по идее не должны быть сильно мокрыми Когда мы будем переворачивать шаблон Аккуратненько снимаю сеточку, придерживая края Чтобы ничего никуда не отвалилось, не убежало Еще раз слегка тру руками поверхность Ну, чтобы шерстинки так не отделялись Но сильно притирать тут пока еще не надо Загибаю краешки на шаблон Вот так вот все Чтобы у нас нормальные шовные соединения в итоге сформировались И вы видели, у меня это гнездо Оно такой луковичной формы И на нем сделана такая крепенькая надежная петелька С помощью которой можно будет подвешивать это гнездо Или закрепить его какой-то проволочинкой на ветке дерева Я беру для этого кусочек шерсти Отрываю прямо от ленты И вот так сначала его без мыла по сухому чуть-чуть укатываю Потом сбрызгиваю водичкой поверхность пленки Подкатываю по воде И немного намыливаю То есть он должен быть слегка влажным этот шгутик Сильно его мочить не надо Иначе вам сложно будет его уваливать И потом вот такими легкими движениями Я его уплотняю, укатываю по этой пленке Серединка шгутика должна сваляться достаточно хорошо Но краешки при этом должны оставаться свободными, сухими Потому что нам их надо будет ввести в тело войлока И закрепить, привалять собственно к самому этому домику Чтобы эта петелька как бы вырастала Из вот этой луковицы капли самого гнездышка Одной, двумя руками Ну в общем уваливайте эту серединку Так как вам удобнее Сначала давление совершенно незначительное, легкое Потом вы можете его постепенно усиливать Пока дойдете до нужной плотности Конечно этот шгутик дальше будет уваливаться И вместе с самим гнездом То есть тут вы его до самой большой плотности можете не валять Но вот сделали, да, этот шгутик еще достаточно мягкий Я беру его, укладываю И смотрите, я костики этого шгутика Как бы укутываю шерстинками Которые у меня заступали за края шаблона Тут уложила вот так эту петельку, этот хвостик И раскладываю вторую сторону На второй стороне вся история с раскладкой абсолютно повторяется Первый слой мы делаем радиальный Если с одного края вот у меня оказался заступ поменьше Я туда кладу чуть более толстенькие такие покрупнее прядочки То есть мы таким образом регулируем равномерность Ну вот второй льдочек я начинаю, да, чуть не ошиблась Вот так вот раскладываем второй льдочек Точно так же толстенькие прядочки Но все равномерно, аккуратненько В сельдиночку обязательно кладем, чтобы было хорошо Все, следующий слой кладем спиралью по кругу Для того, чтобы здесь было тоже равномерно Два толстеньких слоя шерсти Вот здесь мы раскладываем так, чтобы это уходило в край шаблона Вот так Главное, чтобы не было никаких проплешин, ям при раскладке Потому что, ну, соответственно, потом это точно так же будут проплешины на самом теле войлока Это ни к чему В принципе, вы же понимаете, что так же, как это гнездо Можно валять там какую-то сумку, какие-то интерьерные объекты Какие-то там, я не знаю, полезные кармашки для интерьера Что-то делать там в детскую комнату, еще куда-нибудь Ну, то есть, простая такая понятная технология Но весной о птичках особенно приятно позаботиться Мне вот нравится, когда птицы поют за окном рано утром С ними приятно просыпаться Ну, все точно так же Раскладку закрыли сеткой, смочили водой Намыливаем как следует Прямо основательно промыливаем Мыло жалеть тут не надо Эта шерсть хорошо пропитывается водой Хорошо очень пропитывается мыльным раствором Очень люблю вот такого плана Натуральную грубоватую шерсть Карачаевская в данном случае Она, наверное, у меня вот в районе 30-32 микрон То есть, совсем не нежная Но она очень приятная на ощупь Я несколько лет у одного и того же человека Покупаю эту шерсть на ярмарке мастеров Мне очень нравится качество Эта шерсть никогда не подходит Не подводит То есть, можно делать самые-самые разные объекты Ну, вот промыливаю аккуратно И очень-очень тщательно То есть, не должно быть никаких пузырей Никаких мест на войлоке Которые не обработаны вот этим мыльным То есть, щелочным раствором Который ускоряет уваливание Вот, прорабатываю руками Все как следует В этом мастер-классе нету никаких купюр Ну, просто скорость немножечко увеличена Для того, чтобы нам не тратить много времени На просмотр Но все этапы сохранены Переворачиваем Заворачиваем краешки на вторую сторону То есть, таким образом у нас сформировались Шовные соединения Еще раз поправляем вот эти вот муфточки Да, где мы приваливаем Шкутик для петельки Вот, подправляем их, чтобы все было аккуратненько Можно добавить мыльца где-то по краям Когда мы заворачиваем хвостики шерсти Добавляем мыльца И приглаживаем это все руками Лишний раз протелеть по краям Никогда не вредно Шовные все соединения Будут от этого только надежнее и прочнее Все движения руками делаем Исключительно от края к центру Даже вращательные движения Они начинаются у края И спиралью выходит в центр То есть, движений от центра к краю быть не должно Подправляем И немножко между ладонями Трем вот эту петельку Она еще слабо подвалена Но дальше уже во время декора И после декора Мы будем это дело дополнительно фиксировать Для декора Поскольку мне не нужен яркий красный цвет Заведомо Я от кардачоса мультикалорового Выбираю полосочку Которая больше зеленого цвета И только с небольшими вкраплениями Желтенького и красного И я вот так вот ее кисеей Расправляю на поверхности Делаю с одной стороны Подравниваю, обрываю шерстку По форме шаблона Если где-то вижу утоншение Там добавляю тоненькие облачка Потому что все-таки Ну, желательно, чтобы равномерно Этот декорирующий слойчик был разложен Он тоненький Но тем не менее Он все равно будет играть какую-то роль В качестве декора Можете взять какие-то натуральные волокна Допустим, там ленка, наплю Шелк явно на гнезде не нужен Ну, вискоза ни к чему Тоже слишком блестит Она не нужна Ну, я взяла, допустим Какие-то цветные кудряшечки Птичкам это не надо Мне глаз радует То есть, ну, тут ориентируйтесь на себя Но не слишком усердствуйте Чтобы не было это только для вас Все-таки птичкам особый декор Не нужен Им там птензов высиживать Да, а не любоваться И я думаю, что какие-то представления О прекрасном у нас и у птиц Могут не совпадать Поэтому делайте декор Очень такой скромный и неброский Это лучше Смачиваю еще раз водичкой сверху Намыливаю, как вы понимаете То есть, тут что-то новое придумать уже сложно Намыливаю, как следует промыливаю Аккуратно и тоже достаточно основательно Не забываю потереть лишний раз петельку Всю поверхность прорабатываю поверх сетки С такой шерстью Нет необходимости в виброшлифмашинки Здесь все процессы очень легко проделываются руками Материал хороший, работает, уваливается Приваливается очень легко И даже кудряшки на такую поверхность Приваливаются очень легко Тем более мне надо буквально Чтобы они чуть-чуть редкими завитками были видны Но вот притираю как следует Притираю основательно Чтобы ничего никуда потом не отвалилось Естественно, как всегда Притираем всей плоскостью ладони Никакие грабельки Я всегда это повторяю В работе этой неприемлемой То есть только всей плоскостью ладони Хорошенько прорабатываем Хорошо, если у вас на поверхность проступает Вот так вот Пена кремообразная Значит мыла хватает И мыла, и воды хватает Вот, потом излишки воды Всегда можно убрать полотенцем Все, через сеточку потерла Да, вот так вот Еще немножечко Уже по поверхности без сетки Вот тут можете воспользоваться Каким-то утюжком потереть Вот я быстренько руками Это дело притерла Заворачиваю на другой стороне Вот так вот краешки цветного кордочеса Для того, чтобы эту сторону Точно так же равномерно украсить Ну, чтобы было такое единообразие Вам, если нравится Вы можете даже какие-то кусочки ткани Привалять Там всю поверхность закрыть Можете, ну, я не знаю Можете и шерсть и ткань Каким-то образом скомбинировать Ну, то есть это уже ваше личное дело Какой домик вы задумаете Чтобы это было и вам приятно И птичкам полезно Вот я уложила кордочес на этой стороне Тоже сюда же Раскидываю вот так Хаотично Эти кудряшки Только в верхней части Чтобы они птичкам не мешали Чтобы на них всякое лишнее не цеплялось Ну, так вот немножечко Немножечко-немножечко украсить Ради моего удовольствия Уж очень я люблю эти цветные кудряшечки И красить их люблю И раскладывать их приятно И выглядят они хорошо Ну, вот, собственно, разложила Закрываю опять сеточкой Поливаю водичкой Видите, что все процедуры повторяются Ничего тут особенно такого нового Не появляется в процессе Ничего хитрого и ничего сложного То есть стараемся Даже если у вас совершенно небольшой опыт Вы можете такое гнездо для птичек Сделать вместе с детьми, допустим Тоже это несложная работа И на нее пойдут остатки шерсти какой-то Потому что можно базовую шерсть Набрать вообще из разных цветов И просто между собой перемешать Это тоже абсолютно допустимо Вот, поэтому, ну, вот, такие проекты Они по большей части Для отдыха даже Когда притерли Вторую сторону, да, через сетку Обязательно прорабатываем Вот шовные соединения Все торцы Вот так вот по сеточке Если не с сеткой работаете Тогда руки в перчатках Полиэтиленовых таких вот шуршащих Да, как парикмахерских И с ними тогда не будут цепляться Шерстинки за руки Но я привыкла Как-то мне нравится Голыми руками работать И через сеточку просто Это тоже достаточно надежно И, в общем-то, для рук комфортно Не сложно Вот таким образом Я прорабатываю всю поверхность И прорабатываю обязательно торцы Еще раз повторюсь Мыло на эту работу мы не жалеем Его на этом этапе достаточно много должно быть Обрабатываем петельку Прямо в сетке сначала трем Ну, а потом можно без сетки Уже эту петельку Так потереть по воздушно-пузырьковой пленке Еще раз я притираю всю поверхность Уделяю внимание этой петельке Глажу ладошками по кудряшкам То есть, ну, вот все вот эти вот Закрепляющие моменты Их, может быть, придется вам повторить По нескольку раз Не бойтесь Ну, в любом случае Вот мастер-класс чуть больше получаса У меня вся работа над этим гнездом Да, вот без ускорения Заняла, ну, в пределах часа тоже Да, то есть, это недолго И так мы уже можем приступить К уваливанию непосредственно Все готово Теперь я беру вот так вот в сетку Заворачиваю И заворачиваю в полотенце Полотенце в данном случае нужно Исключительно для того, чтобы убрать лишнюю влагу Из нашей раскладки шерсти Вылоком я это пока еще не назову Это заготовка Вот я чуть-чуть прокрутила в полотенце Развернула Еще раз дополнительно подмыливаю поверхность Именно поэтому люблю твердое мыло Что его количество легче регулировать Вторую сторону точно так же Я дополнительно намыливаю Перед тем, как приступить к катанию в рулоне Все намылила, проверила петельку Потерла ее еще раз между ладошками Закрываю это все Заворачиваю вот так вот в сетку Беру ось Никаких у меня тут пленок Никаких ковриков Здесь эту функцию прекрасно выполняет Та самая москитная сетка Через которую вы войлок притирали То есть ничего лишнего в данном случае не надо А сетку потом легко можно постирать Итак, укатываем в рулоне в каждую сторону Прокатываем раз по 50 с одной стороны То есть 4 направления Вверх, вниз, влево, право И точно так же Это надо будет сделать со второй стороны Вы заметите, как быстро начнет войлок усаживаться Уваливаться Нам надо дойти до того состояния Когда шаблону, очевидно, станет тесно Внутри вот этого вот войлочного чехла То есть мы вот так и будем катать до этого состояния Но обычно вот здесь одного цикла Четыре направления с каждой стороны Для этого этапа вполне бывает достаточно То есть откатали вправо-влево с одной и с другой стороны И точно так же прокатываем вверх-вниз с одной и другой стороны Ничего проверять здесь в этом процессе Как правило, не приходится Потому что если вы правильно все разложили Если у вас нет излишка воды Шерсть в сторону от шаблона не уползает никуда И вы совершенно спокойно можете валять Вот прямо вот так сетку Видите, я ничего никуда не разворачиваю Ничего никак не меняю То есть никак не отвлекаюсь от самого процесса Все прокатываю Вот вверх-вниз тоже с одной и с другой стороны Я это сделала Но то, что сетка большая Мне это тоже абсолютно никак не мешает Потому что она мягкая У меня сетка со строительного рынка Еще московского Ей уже, наверное, 10 лет Когда я ее только купила Я ее сразу в стиральной машинке В таком режиме Даже градусов на 40 А то, может, и больше простирала Я уже не помню, сколько было Ну, горячая Вместе прямо с бельем закинула С каким-то и простирала Она стала нормальной мягкости И вот уже там, я не знаю, сотни проектов И все это Москитная сетка для валяния у меня служит Советую вам поступить точно так же И больше не заморачиваться Ни на какие другие там сетки Не искать их где-то специально На много лет будет одно приобретение Все, вот я прокатала Закрытый, считаем, рулон в сетке Но закрытый рулон И еще раз немножечко убираю Лишнюю влагу Одного полотенца Мне на все эти процессы Вполне хватает Протираю стол Разворачиваю сетку Вот что у меня получается У меня уже шаблон Действительно плотно облегает Шерсть плотно облегает шаблон Я поправляю лишний раз петельку Это и не лишний раз, да Еще раз прохожусь руками по торцам Приглаживаю И вот на серединочке А можно делать даже верхний третий Вот этот надрез Я делаю надрез где-то 3,5 см И через него я выкручиваю У меня плотный шаблон Можно было сделать более тонкую пленку Я как бы выкручиваю шаблон Важно тянуть не войлок с шаблона А шаблон из войлока Первым делом через это отверстие Я завожу внутрь этого гнезда пальцы Проверяю все швы Чтобы там не было никаких зажеванных заломов Потом я сложила в профиль Как бы, да По разрезу вот этому И начинаю катать открытый рулон Раз по 50 в каждом направлении То есть влево, вправо, вверх, вниз Я это буду делать Обязательно уделяю особое внимание петельке Лишний раз на нее можно надавить рукой Посильнее, да Притереть ее по пупырчатой пленке Другую сторону я переворачиваю То есть в принципе цикличность катания в рулоне Она точно такая же, как и в закрытом Но в открытом рулоне Вот мы все циклы по 50 раз проведем А потом уже можно будет посмотреть на состояние войлока То есть вот так вот я разворачиваю вверх и вниз тоже Лишняя пена будет уходить у вас Потом можно протереть с рабочего стола Ну поскольку шерсть, хоть и натуральная, не окрашенная Но она все-таки у меня, это не грязный флиз Бояться этой пены не стоит Ничего страшного нет Просто войлок уплотняется и выталкивает из себя эту пену Это нормальный, абсолютно естественный процесс Это не значит, что что-то много там и что-то не так Нет, все нормально идет На второй стороне, да, похоже на мячик сдувшийся, да На камеру там от мяча То есть вот так это именно и выглядит Потому что это, ну, почти сферический объект Можно было, кстати, такие гнездышки делать и совершенно круглые Я потом вам об этом скажу отдельно Но мне нравится вот такая луковичная форма Кто-то там капельная ее называет Птички такую форму очень любят Кстати, такие гнездышки любят не только птички А еще всякие грызуны домашние Можно ставить такие домики Вот когда я прокатала, да, во всех направлениях Можно покидать с высоты 20-30 сантиметров Легкими движениями именно подкидывать и шлепать стол Но не швырять со всей силы, да Вот, раз сто, потом просмотреть Можно еще раз сто И доводим просто уже до хорошей плотности этот войлок Вот этих циклов в зависимости от шерсти и от силы ваших рук Ну, может быть, у вас там побольше, поменьше Он периодически, я проверяю, да Как себя ведет войлок, как он себя чувствует Вот, расправила, посмотрела Шовное соединение, опять немножечко помесить, как тесто Тоже раз 40-50 промешиваю, как тесто Полезная для войлока процедура Вот тут он вообще в этот момент очень хорошо усаживается Поэтому отдаёт много лишней пены Вот, можно даже вот этим же полотенцем взять Убрать, отжать лишнюю воду слегка Ну, совсем высушивать не надо Поэтому, кстати, никакие полотенца из микрофибры я не использую Они могут пересушивать войлок Ну, помимо того, что все-таки микрофибра Очень загрязняет окружающую среду Поэтому это не полезно и не экологично Поэтому старенькое хлопковое полотенце Самый подходящий вариант Постоянно прорабатываю петельку Отрую её между ладошками Потёрла, покидала ещё Можно ещё порулонить в разных направлениях То есть мы доводим войлок до плотного, такого, звонкого, хорошего состояния То есть он станет такой, наверное, по консистенции Как плотная глина Из которой уже можно будет его основательно формовать Да, то есть пока вот мы делаем такую заготовку Которую потом будем формовать Ну, вот посмотрите, что получилось Я сравниваю с шаблоном У меня заложен больший коэффициент Поэтому я ещё поваляю То есть пока ушли, наверное, там где-нибудь, может, процентов 20 Но я хочу уменьшить ещё Вот так вот Вот это готовое состояние То есть вы видите Тут коэффициент у меня должен быть минимум 1,5 Если бы у меня было круглое это гнездо Я бы туда, в эту дырочку засунула воздушный шарик Надула бы его, завязала И эту дырочку зашила Поскольку у меня вот такая каплевидная луковичная форма Я заполняю её всякими плёнками, которые использую в качестве блокиратора Они у меня многоразового использования в мастерской Вот я всеми этими плёнками забиваю всю внутренность этого гнезда Это удивительно Как много туда этих плёнок помещается И пакетов целлофановых То есть когда запихиваешь, кажется, что это просто какая-то бездонная прорва Но набить надо плотно То есть набить надо так, чтобы форма была хорошая и упругая Само по себе это гнездо достаточно лёгкое Оно плотное, войлок уже не пружинит между пальцами, если его прижать То есть он такой очень хороший, настоящий Практически тапочки хорошенькие валяем Или сумку делали бы прочную Ну и набить надо плотно, хорошо Потому что в таком виде мы отправим это дело Выполаскивать в стиральной машинке И немножечко даже чуть-чуть доваливать Можно, конечно, выполаскивать и просто водой вручную Ну зачем нам лишние трудозатраты Ну вот я беру в данном случае иголку Можно было бы взять круглую иглу Ну не было у меня под рукой Ну с какой-то плотной ниткой И даже, знаете, я толстый войлок мокрый Очень не люблю шить просто так Чтобы не напрягать лишний раз руки Я взяла плоскогубцы такие И ими продергиваю в руку Потому что иначе можно и пальцы поколоть То есть всегда что-то придумывайте себе такое, чтобы было удобненько Берегите силы, они вам для чего-то другого еще пригодятся Ну вот все, я это отверстие зашиваю Ниточку закрепляю Вот в таком виде Закрепить ниточку надо как следует Чтобы в стиралке ничего не распотрошилось, естественно То есть вот в таком виде Можно помять еще дополнительно сформовать Вот придать такой нужный объем Ну вот все это дело Петельку потягиваем, проверяем Берем нашу сетку Полотенце, отправляем в стиральную машинку На 40 градусах стираться в обычном режиме Ну это полчаса где-то занимает Выполаскивает отлично на обычных оборотах Все, вот когда машинка чуть-чуть вам это дело отжала Влажная, выполосканная Достаем И шлифуем поверхность Ну вот можно камушком каким-то Или какой там у вас есть утюжок То есть раскладываем Понятное дело, что птичек морщинки не смутят Делаем мы это исключительно для себя Для красоты такой вот визуальной Ну а если будете делать сумку То конечно надо все как следует шлифовать Или какой-то интерьерный объект Ну вот я беру и вырезаю вот это вот отверстие У меня оно диаметром 4,5 см в итоге получилось Вот я когда на готовом промерила Никак дополнительно притирать его в данном случае не надо Войлок очень плотный То есть на срезе это сразу видно, что он очень плотненький Стараемся, чтобы срез был ровный Ножницами подрисаем, чтобы не было никаких заусинец Все, вот теперь мы потрашиваем оттуда изнутри Все эти пакеты, пленки Все это нам совершенно не надо Все, можно конечно оставить сушить вместе с ними Но просто тогда этот процесс займет больше времени Потому что они влажные Берем, ну вот у меня как бы есть разные всякие такие девайсы Можно просто даже какой-то палочкой взять изнутри Разгладить по швам или если есть какие-то морщиночки Очень хороший вариант запихнуть туда тяжеленький этот камушек И потрясти его вот так вот внутри Потому что руку целиком вам в это маленькое отверстие туда не засунуть Птичка меньше, чем ваша рука Для того, чтобы этот вырез не растягивать Вот мы таким образом обкуемся Можно вот с камушком внутри вот так постучать по столу Тоже очень хорошо выравнивает донышко этого гнезда Ну руками чуть-чуть поправляем это отверстие Вытаскиваем этот камушек, да Расправляем, придаем хорошую форму Все, собственно гнездышко готово Его надо только высушить Ну а когда оно высохнет, отправится и повесить его туда Куда вам хочется пригласить птичек Вот такая вот петелька должна быть обязательно очень прочная Это проверяем Вот такая вот уютная штука получилась Уютный дом для птичек Которые будут радовать вас своими голосами Мне, честно говоря, очень нравится Мы решили повесить у себя во дворе Я уверена, что и вы без особого труда найдете место Где в вашем дворе повесить такое уютное гнездышко Всего вам доброго, красивой и яркой весны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok